Топ 13 самых-самых Первым видео в данной рубрике будет Топ 13 самых дорогих кукол Монстр Хай. Сразу оговорюсь, что все цифры, приведенные в чарте, это цены на реально существующий товар, который я держу в руках. И тут учтены стоимость самого товара в Америке, его доставка по Америке до места отправки, почтовые затраты до России и страховка груза, курсы валют на момент покупки, таможенные тарифы и налоги Америки и России. Сюда еще можно включить издержки по банковскому кредиту и процент инфляции. Конечно, нужно не забывать про коммерческий интерес продавца, ну и другие факторы. Я не буду вас грузить уроками политэкономии. Поэтому, пожалуйста, не пишите, что типа на таком-то или на таком-то сайте есть цена меньше. Но я только скажу, помните, наличие картинки с ценой на веб-сайте не означает наличие самого товара. Поэтому, пока продавец не подтвердит наличие товара и вы не будете держать его в руках, это значит вас обманывают и водят за нос. Ведь вы вряд ли поверите мне, если я вместо своей аватарки поставлю фото Майли Сайрус, ну или же, например, Джастина Бибера. В общем, словами афоризма скажу так. Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим. Так вот, теперь о самом чарте. Нешарнирные куклы и крейты-монстры не принимаются в расчет и из конкурса выбывают, как недобросовестные конкуренты. Итак, начинаем! Тринадцатое место нашего чарта достается эксклюзивному комиконовскому дуэту 2014 года. Это мужичок-бычок Мэнни Таур и одноглазая монстряшка Айрис Клопс. Цена этого набора колеблется в пределах 200 долларов. Под номером 12 представлена целая плеяда кукол. Это пятерной сет «Глум Бич», в состав которого вошли Клео, Дракулаура, Клодин, Фрэнгиштейн и очень редкая Гулия Йелпс. Набор стоит около 210 американских сантиков, ну а саму Гулию иногда продают примерно за 100-120 зеленых. Одинцатое место в нашем рейтинге занимает Дьюс Гаргон в исполнении 2011 года в фиолетовом издании из серии «Рассвет танца». Мальчик, как мы видим, идет с компакт-диском, на котором присутствует первый почти полнометражный мультфильм «Гул Эд Скул», то есть «Монстры в школе». Его прайс – 240 гринов, а его черная розочка на eBay была замечена по цене аж в 25-30 долларов, и эта цена без доставки до России. На десятом пункте находится эксклюзивная кукла Сандиэка Комик-Кона 2013 года Вебарелла или же Вайдона Спайдер. Она входит в серию «Сила монстров» и ее цена такая же сильная – 260 долларов. В наборе есть дополнительная одежда, а также ее питомец, если муху можно так назвать. Кстати, ее отдельно как-то раз на eBay продавали почти за 40 американских. Девятое место разделили две коробки. Первая – это тройная компания из серии «Командный дух» Дракулаура Клео Гулия и вторая коробулька с базовой лагуной Блю. Их цена – 268 долларов за каждую коробку. Восьмое место отправляется двойному базовому сету с Клео Денил и Дьюсом Гаргоном. Кстати, это была самая первая двойная коробка из всей серии «Монстр Хай». Итак, его цена – 272 доллара. Седьмое место по праву принадлежит горячему любителю музыки, синенькому, но не голубенькому мальчику Хольту Хайду. Заплатив за него 283 зеленых, вы посинеете также. Да, если купите его, то берегите кольцо, так как на eBay американцы продают его примерно за 20-25 баксов. На шестом месте – большущая коробень со смертельно уставшей Клодин Вульф первой волны. Набор называется «Комната для вытья». «Room to hole». В наборе присутствует двухъярусная кровать, аксессуарчики, холодильничек и вот такая вот бритвочка. Ее не теряйте. За нее могут попросить в Америке до 20 долларов. Ну а Кло в пижаме тут обалденная. Впрочем, как и ее цена – 295 зелененький. Хотя цена, наверное, оправданная. Ну, попробуйте хранить такую коробку с 2011 года. А теперь мы плавно подошли к пяти самым-самым дорогим. Кто же это? Узнаем сейчас. Не переключайтесь. И пятое место заслуживает тройной сет «Down of the Dance» 2011 года с Клодин, Дракулаурой и Фрэнки Штейн. Набор является эксклюзивным. И, как вы можете догадаться, виновница этого – мадмуазель Ула. Так как остальные куклы выпускались в отдельных коробках и были даже в перевыпуске. В общем, 347 как с куста. Ну, милая, не правда ли? Никаких денег не жалко. Четвертое место достается комиконовскому набору «Скары Скримс» и «Худут Вуду» – 353 доллара. Бронзовое место занимает спальная пижамная лагуна выпуска 2011 года вместе со своей гидростанцией. Ее цена – 360 долларов. Очень редкая штучка даже в Америке. Серебряное место по праву достается базовой черно-белой Фрэнки Штейн. Это первая кукла «Монстр Хай», представленная на Сан-Диего Комиконе в 2010 году. Ее тираж, как уверяют коллекционеры, всего 5000 на весь мир. Ее цена – 580 долларов. Ну и золото получает лидер, который еще год назад был на втором месте. Это комиконовский эксклюзив 2011 года «Гулия Йелпс Дид Фаст», что переводится как «Умри быстро». Цена – 686 единиц. Поистине, умрешь быстро. Однако цена оправдана количеством. Гулий по всему миру всего 1000 штук. На этом мне сказать больше нечего. Пишите в комментарии, кто на ваш взгляд заслуженно и незаслуженно получил то или иное место. Ставьте лайки, если вам понравился наш ТОП-13 самых-самых. Подписывайтесь на канал. Be cool and crazy. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok and on behalf of the crew, I'd like to say thanks for flying with us today. Субтитры сделал DimaTorzok